Не сбиться с графика. Пожалуй, главная задача сегодня для агрария в области. Две недели дождей поставили под угрозу своевременную уборку зерновых. На этот момент в хозяйствах области успели собрать лишь четверть всего, что выросло на полях. Урожайность 10,5 центра с гектара, но в то же время мы реально понимаем, что в прошлом году в силу погодных условий результаты были чуть лучше, они были другие. Поэтому сегодня, понимая, что сейчас уже вечером, вторая половина августа, начинаются росы, а это означает, что где-то рабочий день до 10 вечера комбайнера, как раньше не было, до часа, до двух. Мы понимаем реально, что надо уплотнять рабочий день, усиливать организацию труда, о чем мы сейчас будем говорить, для того, чтобы в ближайшие буквально три недели завершить уборку зерновых. Если в одних районах с темпами более-менее все в порядке, то в других, в основном в центральной зоне, ощущение, что и убирать не особо хотят. Их-то и призвали к ответу. Допустим, на Востоке мы еще не бьем тревогу пока. Почему? Потому что, понятно, есть вопросы, но там более поздний был сев, там еще какие-то есть время, да. А те районы, которые завершили сев до середины мая, мы понимаем, что реально уже на сегодня должно быть убрано больше зерновых, потому что каждый день промедление уборки ведет к потере урожая. Поэтому сегодня в основном центральная и западная зоны. Если дожди помешали вовремя начать уборку, то они же создали благоприятные условия для сева озимых. Влаги достаточно, самое время работать. В этом году планируется засеять озимыми культурами свыше 800 тысяч гектаров. Ни один район, ни одно хозяйство не может сказать, что нет влаги. Влаги переизбыток сейчас. Влаги достаточно для сева озимых. То есть необходимо старание. И мы сегодня будем говорить о том, что помогать будем тем, у кого, разумеется, спина будет мокрая и рубашка. Поэтому можно искать причины, можно искать способы. Сегодня мы говорим о том, какими способами сделать, чтобы убрать. Максим Стародомов, Дмитрий Примачек. Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...